В каких услугах нуждается округ? Как избежать ошибок при оформлении документов на получение микрофинансирования? Какие успешные проекты уже ждут своих реализаторов? В окружном центре развития бизнеса эти и другие вопросы обсуждали на первом в новом году заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории региона. Представители бизнес-сообщества и органов власти собрались за одним столом, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Один из них касался самой востребованной услуги микрофинансирования. По словам директора микрофинансовой организации, за этим видом поддержки с апреля прошлого года по настоящее время обратились 34 предпринимателя. Из них займ был выдан 25. Отказ получили 9 бизнесменов. Основные причины отказа связаны с тем, что большая закредитованность предпринимателей, либо наличие просрочных платежей по ранее взятым кредитам, либо какие-то судебные разбирательства, разбираться с судебными приставами, то есть слабая финансовая платежеспособность. Какие основные ошибки по итогам 2016 года хотелось бы отразить для предпринимателей? То есть основное – это предоставление недостоверных данных, либо специальное скрытие информации о наличии в кредитах, займах, судебных решениях. То есть в надежде, что это не заметится и займы будут выданы. Сергей Михайлов обратил внимание на то, что данный вид поддержки возвратный. Это обычный вид займа, только с низкой процентной ставкой, которая в среднем составляет 8% годовых. Такой займ чаще всего представители бизнеса берут на пополнение оборотных средств. Немаловажным фактором является, что из всех предоставленных 25 микрозаймов предпринимателями округа не допустил ни один просрочный платеж. То есть предприниматели, которые взяли данные микрозаймы, они их исправно возвращают. Таким образом, это позволяет выдавать дальше другим предпринимателям микрозаймы. Всего с момента реализации данного вида поддержки предпринимателям выдано микрозайма на сумму 18,5 миллионов рублей. Фонд возвращено уже порядка 3 миллионов, которые снова были направлены на выдачу микрозаймов. Также на заседании Координационного совета рассмотрели вопрос реализации в сельских поселениях бизнес-проектов, разработанных Центром развития бизнеса. Один из них – создание туристической базы. Суть проекта в том, что строительство 10-местного домика для приема и размещения туристов и также предоставления туристических сопутствующих услуг. Следующий проект – это ягода. Суть проекта – это сбор наших северных ягод, шоковая заморозка, переработка и, в общем-то, сбытка готовой продукции. Данный проект, в принципе, можно реализовывать как отдельный проект, но и как сопутствующие деятельности. То есть, это интересно может быть и рыбакам, в принципе, ну и любому сельскому и даже городскому населению. Еще один проект, который представила Ирина Тихомирова – создание мини-фермы крупного рогатого скота. Данный проект уже успешно реализуется в нескольких населенных пунктах Тельвиски, Анди, Гейниси. Причем там предприниматели, начиная с мини-фермы, в этом году уже закупают и ставят мини-переработку. То есть, минимальное требование – это вакуумная упаковка и, в общем-то, изготовление творога и сметаны. Хотелось бы, чтобы, тем более, существующие условия субсидирования молочной продукции, которые существуют сегодня в регионе, не дают достаточную такую подушку, не то что безопасности, но да, поддержки предпринимателя для того, чтобы он мог полученные средства вкладывать в развитие. Кроме мини-фермы и туристической базы, в центре разработаны бизнес-проекты по переработке рыбы и сбору трав, которые, по словам сотрудников центра, потенциально успешны, так как малозатратны и имеют маленький срок окупаемости. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.